всем привет с вами брейнферст и это мое прохождение крыс сайлент хилл 1 в прошлый раз мы остановились в госпитале где какой то старый мужик по имени кауфман или по фамилии кауфман не знаю его по моему майкл но я не буду вспоминать ну я точнее помню но не важно что нам сейчас нужно сделать нужно все-таки понять что же нам нужно найти в этом госпитале ну во первых я советую сбегать на кухню и взять баночку с очень важным средством которое поможет вам определить концовку этой игры поэтому эта банка очень важно но пока вы по пути можете забрать принципе карт карту подвала госпиталя и если не ошибаюсь в кабинете вот в этом кабинете еще есть хилочка что не забудьте подобрать если она вам конечно же нужно а я могу поспорить что она вам сто пудов нужно здесь также есть ключ кстати а вот насчет хилки не помню хилка должна быть сейчас посмотрим нет обманул я вас ребят хилка в другом кабинете не важно в общем что было в прошлый раз прошлый раз просто психанутая на всю голову далее келеспи сказал нам двигаться в сторону госпиталя что происходит странные вообще дела ну что ж пока ничего не вижу вот пластиковая бутылка не забудь ее подобрать так же тут есть хилочка очень вкусненькая очень сладенькая наверняка там вместо таблеток не знаю какие мармеладки мармеладки так тут кто-то разворошил кабинет кауфмана поэтому все довольно таки странно что это кровь или что это на полу разбитая склянка говорит нам гарри но я не знаю давайте давайте ка соберем это все дерьмо все это вот этого жидкости в сосуд и как я уже сказал это вечно пригодится для того чтобы определить одну из концовок то есть если вы ладно не буду забегать вперед просто возьмите ее и все все что вам нужно по сути для чего она понадобится я скажу вам позже кстати вот тот треугольник так который мы подобрали центр в церкви он по сути по сути своей даже и не нужен зачем мы его взяли непонятно да так тут по моим в этом торговом автомате можно было добыть три хилки значит не помню ну наверно это можно сделать так и в кошмарном варианте ладно пока не буду доставать в эту дверь конечно же нам не удастся выйти на в принципе в город так не нужно сейчас мы идем в подвал чтобы запустить лифт здесь не пугайтесь монстров нет но то есть жуки есть жуки жуками я думаю вы ребят справитесь так что еще здесь принципе можете полазить по всем кабинетам возможно что-нибудь да и найдет так что у нас здесь да вот здесь нужно все-таки запустить лифт но где это сделаем резервный генератор бла-бла-бла он запускает лифт дает тебе пройти дальше активировать ну конечно же да и так все работает правда с каким-то странным звуком но да ладно дарьяному коню в зубы то не смотрят дорогие друзья так что да вообще очень странный звук окей что тут еще есть куда можно еще сходить так здесь дверь сломана видимо сюда нам пройти не удастся еще можно попробовать на склад но даю стопроцентную гарантию что прокинуть это тоже не удастся так причине что замок заклинило и бла-бла-бла и жмем кнопку третьего этажа ребят внимание сейчас три кнопки чтобы вы не запутались сейчас три кнопки что вам нужно сделать сбегать на третий этаж попытаться открыть дверь потом спуститься на второй и снова попытаться открыть дверь и только тогда в лифте появится четвертый этаж мы сможем туда пройти чтобы свою очередь оказаться на этаже номер три ну и собственно продолжить наше путешествие как видите на втором этажа тоже все закрыто к сожалению это или к счастью я не знаю ты несут важно собственно и так как я уже говорил возвращаемся в лифт и наблюдаем что то что появился четвертый этаж откуда и не возьмись ну даджики наше время быстро строят поэтому я вообще после того как поднялись на четвертый этаж вам нужно единственное что сделать это добраться до лестницы собственно небольшой нам показывают не знаю что это вроде бы как бы видео вставка на движке игры но с другой стороны стороны какой-то размытый уж вариант поэтому я положить что это видео фрагмент так или иначе здесь можете не проверять все двери закрыты в том числе закрыты те двери через которые вы вошли поэтому как вы сами понимаете пути назад нет можете смело бежать проверять двери это я уж на всякий случай их дергаю дабы убедиться лишний раз в том что я только что сказал окей здесь немножко темно но не волнуйтесь даже монстров здесь нет единственное что вам нужно сделать это как я уже говорил добраться третьего этажа и все что нам нужно сделать госпитале на самом деле что нам нужно сделать госпитале 4 таблички 4 очень важные таблички которые помогут нам в принципе пройти тэкшен да две таблички находятся на третьем этаже давайте начнем их собирать вот первое кстати это если я не ошибаюсь табличка черепахи забираем ее конечно же при выходе из дома пугают не удивляйтесь кстати когда я тут играл первый раз то есть я же играю сначала а потом записываю видосики записываю точные комментарии я реально пугался вот таких вот шорохов то есть когда выходишь упрят довольно таки неприятно что ж я предлагаю смотреть это крыло идти дальше кажется типа сушилка видимо вещи тут сушили надеюсь что здесь не сушили людей и не стирали лишь так здесь мы вышли туда куда нам не надо давайте вернемся назад так то обследуем оставшиеся двери здесь пустая клетка но я если честно даже не понял зачем она нужна она вообще по-моему не пригодится нам никак никоим образом но так или иначе она есть и наверное она что-то символизирует скорее всего это символизирует Олесу которая после пожара как в клетке сидела в этом госпитале с ожогами более 95% тела но это я уже преувеличил кстати здесь есть видеомагнитофон который нам понадобится ну я не скажу что скоро но понадобится еще две двери осталось одна из них сломана и вторая вторая открытая что здесь здесь медсестра и еще что мне нужна медсестра которая так эротично вздыхает да хилочка здесь спасибо и не знаю что это есть железная какая-то фигня стальная пластина привинчена к стене по-моему это какой-то секретик но сказать я вам не смогу опять же но но вполне возможно это еще одна хрень которая что-то символизирует ну может и секрет я не знаю если вы знаете напишите в коментах под видео что мне остается еще сказать что мне остается еще сказать идем в в эти обложенные крыла здесь еще несколько кабинетов склад склад во всех сайлент хиллах это хорошо запомните если вы видите ну где-нибудь в сайлент хилле склад значит что там есть куча патронов там есть куча хиллок тут даже есть не знаю упаковка с кровью что бы это значило вот так что заходите обследуйте полностью вон там еще коробочка патронов я вижу спасибо что Гарри спасибо Гарри что развернулся и забрал ее она нам понадобится уж не сомневайся в этом так здесь сзади закрыта дверь поэтому мы выходим здешние медсестры это медсестры причем медсестры не такие как в остальных частях и больше не рекомендают какие-то мутанты у которых на спине чужой ну или что это я не знаю кокон назовете такое хотите причем здесь есть не только медсестры но еще и доктора да это единственная часть сайлент хилл у которой есть не только медсестры но и доктора причем они тоже любят пообниматься видимо какие-то нетрадиционные директора вот здесь вторая табличка табличка кота покидаем это место ну я думаю все здесь у нас больше ничего нет за этой дверью находится только лифт ну грубо говоря нам нечего здесь сделать теперь нам нужно пройти полностью назад до ммм до собственно второго этажа нас ждут еще пара нужных вещей и даже несколько не нужно поэтому оп 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 смотреть полностью все это дело так здесь еще медсестричка какой то непонятный список нам помочь но я все равно не вижу в нем смысла еще две медсестры с непонятной полямбой на спине ну давайте почитаем не знаю давайте почитаем ммм фьюго уайт кстати того толстяка из ласта случайно не фьюго уайт звали не по-моему нет по-моему нет еще один список но на котором ничего нет поэтому смысла его разглядывать я не вижу так здесь щупальцы щупальцами поступаем очень просто берем ту кровь которую мы взяли из-за склада на складе точнее кидаем его он отворачивается и мы быстро хватаем табличку пока он не видит давай гарри резкий рюмок давай как в пятом классе давай все схватил и побежал обратно быстрее гарри быстрее все это было бы близко точнее так еще три комнаты нас ждет давайте обследуем все здесь сломан замок здесь тоже и здесь конечно зажигалка ну еще медсестра видимо это ее зажигалка она очень очень расстроилась что мы ее забираем здесь и и это Продолжение следует...